За видимыми практическими проблемами в сфере ЖКХ и городской инфраструктуре артёмовцы не замечают, что кризис касается и сферы культурной. Почти год фактически не функционирует Краеведческий музей округа, и это очень беспокоит уважаемых горожан, которые выражают своё недоумение по поводу сложившейся ситуации. В этом году, сейчас в декабре месяца, 4 декабря, нашему городу было присвоено звание города Артёмовского. Значит, 80 лет. Ну и хотелось, чтобы сейчас к нам приезжают люди, гости, дети, жители города, знать историю нашего города, хотя бы по десятилетиям, иметь картину, где мы живём, что нас окружает, что у нас было, что у нас сейчас проходит интересно. Всё это должно идти, как бы воспитывать, такая воспитательная мера людей. То есть прививается им любовь к городу, чувство репатриотизма к городу. Ну и, естественно, что большую роль в этом должен играть наш городской музей. И вот сейчас у нас в настоящее время уже скоро почти будет год, как не работает наш городской музей. Значит, ну это, естественно, большой недостаток в нашем городе. Я с этим вот впервые встретился. Не впервые, а, в общем-то, я это видел, слышал. Но последний раз у тебя возил группу, меня попросили провести экскурсию по маршруту Мантеров-Камень, на памятнику природы, значит, я знакомил людей, те, кто отдыхают у нас на Булнаше профилактории, это учителя. Я понизил, сколько там, из каких городов, мне сказали, что там, то есть из пяти городов области они были. Они с интересом прослушали вот нашу историю города и в то же время задавали вопросы, а как же посетить ваш городской музей, посмотреть вот ещё более подробно, приехать, может быть, даже группами, семьями. Значит, ну, мне приходилось просто дипломатично отходить в том, что пока музей не работает, но у нас хороший музей и прочее. Воспринимать процессы, происходящие в муниципалитете, невозможно без регионального курса. Совсем недавно Свердловская область стала обладателем престижной награды. Международная премия в сфере туризма «Золотое яблоко» вручена региону как российскому лидеру в сфере делового и событийного туризма. Награду принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. «Золотое яблоко» – эквивалент «Оскара» в туризме, учреждённый в 1970 году Международной организацией писателей и журналистов, пишущих о туризме и объединяющей профессионалов из 30 стран «Фиджет». Ежегодно эту премию торжественно вручают стране, городу или персоне за особые заслуги в развитии и продвижении туризма. То, что мы сделали и то, что мы имеем сегодня, я могу лишь констатировать факт, что мы только в самом начале пути. Ну а в Артёмовском городском округе для начала закрыли музей, который является неотъемлемой знаковой частью туристической инфраструктуры муниципалитета. Краевед постоянно подчеркивает, музей должен быть живым, а не превращаться в склад безвременного хранения частиц истории родного края. Тем важнее то, что сами артёмовцы зачастую и не знают истории своего округа, населённого пункта. Сейчас нам сказали, что построят новый музей, здание, определили семью, где он будет. Ну понятно, это интересное место всё, но это пока разговоры. А музей не работает. Люди живут, люди приезжают, люди интересуются, людей надо воспитывать, людям надо рассказывать о людях, о прошлом города. А где они могут получить такие сведения? Только через городской музей. Ждать окончания проектных работ, а затем строительства нового здания музея придётся ещё неопределённое время. Так почему же в этот период не найти какой-то выход и сделать так, чтобы экспозиция музея была доступна артёмовцам и гостям округа? Был тут разговор, что переместите пятиэтажный дом, тут где у нас на улице Мира. Но естественно, что музей находиться в доме таком жилом не может. Но я думаю, что у нас в городе, если подумать, можно было найти такую возможность. Где-то пока строится музей, значит, поселить наш музей. Можно даже вот было как бы объединить его и с Эгрессовским музеем. Там Эгресс, то есть туда пока. Там же и помещение есть, там уже и экспонаты по Эгресс есть, и всё, и городской музей. Может быть, это как-то было неудобно туда очень-то ходить, в это здание Эгресс. Но я думаю, что если подумать, поискать этот вопрос, можно было решить. Не будем забывать и о других аспектах. Ведь в ситуации, пока музей находится в подвешенном состоянии, можно попросту потерять часть экспонатов. А это вовсе ни в какие ворота. Меня беспокоит то, что в музее сейчас, раз он закрыт, значит, не пополняются экспонаты. Если были экспонаты какие-то, они находятся в таком собранном состоянии, убранные или некоторые вообще исчезают. Вот, например, вот работал Константин Геннадьевич Знобихин, он собрал великолепную коллекцию фотокинотехники. Этой коллекции сейчас нет. Интересная коллекция часов. Для музея это очень интересно. Людям интересно это посмотреть. Я не буду говорить о других там. Специалисты, которые работают, переживают за всё это дело. Ну и в то же время находятся в таком вот подвешенном состоянии. Тут ещё одна проблема. Борис Григорьевич не всегда сможет проводить экскурсии. И как это ни печально, его труд, столь важный для развития патриотических чувств артёмовцев, канет в лету. Я считаю, что, вот ещё минутку, я считаю, что отделу культуры давно взяться надо за то, чтобы готовить экскурсов воду. Хотя бы у нас были люди, которые могли проводить экскурсии по разным маршрутам. Ну, хотя бы по одному. Ну, я считаю, что в нашем городе, вот, я сколько раз предлагал, говорю, давайте так, что, ну, давайте готовить экскурсоводов, допустим. Ну, я бы предложил свои услуги. Пожалуйста, поехали. Я поехал, рассказываю. Значит, прежде чем ехать, я составляю для себя мысленный план, чтобы мне рассказать людям, чем заинтересовать. И поэтому, вот если поехали, поучились, и они бы потом проводили экскурсию. Как бы то ни было, ситуация с музеем возмутительна. Ведь каждый год простоя – это практически поколение юных артёмовцев, которое будет лишено возможности познакомиться с историей родного края. Ну, а пока что в муниципалитете ходят самые разные слухи о том, что будет устроено на месте снесённого здания музея, а также какую выгоду могут поиметь чиновники от строительства нового.